Смотрящий за Алма-Ат и ставленник Деда Хасан Рыжий Алмаз. Такое положение дел в Алма-Ате не могло не заинтересовать воров в законе. Аслан Усайян, Дед Хасан, везде пустивший свой криминальный спрут, встретился с лидером алма-атинских бандитов. Доподлинно неизвестно, какой разговор у них состоялся, но после него Несибай Насинов постоянно был на связи с влиятельным вором, согласуя именно с ним каждое крупное преступление. Видя, что Рыжий Алмаз справляется с контролированием криминальной среды, Дед Хасан назначает его смотрящим по Алма-Ате. С этой поры законники, у которых были претензии к Насинову, сразу же изменили свое мнение о криминальном авторитете, и уже не пытались урезонить его пыл. А Рыжий Алмаз прибирал к своим рукам крупный бизнес, и даже вышел на такой уровень, что пытался контролировать нефтеперерабатывающие производства Казахстана. К этому времени его бригада состояла сплошь из бывших сотрудников полиции, ветеранов-афганцев и спортсменов. Поговаривали, что они по приказу шефа могли отправить на тот свет любого неугодного ему человека. Между тем, бригада занималась ракетом, разбойми, и даже основала несколько казино. Денег было очень много. Только лишь контроль нефтяных и банковских компаний давал такие прибыли, каким завидовали все казахстанские бандиты. Срок для Рыжего Алмаза в 1996 году власти Казахстана решили показать свою силу взорвавшимся бандитам. Одним из первых в опалу попал Рыжий Алмаз. Силовикам удалось доказать его причастность к ракету, хранению холодного оружия и неуплате налогов. Первыми на него показания дали сотрудники турфирмы Жанарко, которые обвиняли Рыжего Алмаза в крупном вымогательстве. Именно это дело стало основополагающим на суде. Криминального авторитета арестовали и осудили на 7 лет колонии. Имея влияние в уголовной среде и огромные деньги, он не особо горевал в тюремных застаньках. До сих пор многие зеки говорят, что сидел не сиба и насинов по-королевски. В его камере был кондиционер, телевизор и холодильник. Всегда забитые деликатесами с воли. Но столь долгий срок не привлекал влиятельного авторитета, и уже через полгода решением Верховного Суда Республики, Несиба и насинов был освобожден по состоянию здоровья. И сразу же отправился в Испанию. Так как вскоре о скандальном освобождении прознали журналисты и подняли шум. В Казахстане оставаться было опасно, так как из-за резонанса, решение суда в любой момент могли отменить. Рыжий Алмаз решил пересидеть некоторое время в Барселоне, где поселился в особняке одного из лидеров из Майловской ОПК. В то же время, в Казахстане у Несинов остался дорогой БМВ последней модели, находящейся на штрафстоянке. За машиной долго никто не обращался, сумма долга за простой автомобиль росла. И в один из дней, был отдан приказ милицейским начальникам, продать автомобиль, а деньги внести в кассу силовиков. Но на торге никто не явился, тогда машину выставили за бесценок. Но и тогда никто не захотел покупать машину, которая принадлежала рыжему алмазу. Люди боялись. После этого БМВ авторитета была передана на баланс милиции, и в ней в дальнейшем возили начальника штаба ГУВД Алматы подполковника Умурзакова. Правда этот факт старались не афишировать. Между тем, 21 марта 1998 года около поселка 19 октября, что в Алма-Атинской области, был обнаружен в канализационном стоке труп подполковника милиции в отставке Федора Кима. Именно этот человек был начальником службы безопасности фирмы Жан-Арк, из-за которой рыжий алмаз и получил свой срок. По городу прошли слухи, что это дело рук группировки Насенова. Так это или нет, до сих пор неизвестно. Сам Несибай Насенов был убит прямо в особняке под Барселоной в ночь с 31 мая на 1 июня 1998 года. Сперва у властей была неразбериха, кем является убитой. При нем был обнаружен паспорт, где убитый являлся уроженцем Грузии и греком по национальности. Только через некоторое время удалось выяснить, что труп принадлежит крестному отцу казахстанской мафии Несибай Насенову по прозвищу Рыжий Алмаз. Тело авторитета с пометкой Груз-200 было доставлено на родину, где ожидалось, что на церемонию прощания придет весь цвет местного криминального мира. Но этого не произошло. На похоронах присутствовали только самые близкие и родные. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях.